Друзья, всем привет! Я думаю многие из вас уже посмотрели видео топ 3, чтобы я изменил World of Tense Blitz. Всем здорова, друзья! Меня зовут Саня Изи и сегодня я решил запустить новый челлендж среди всех ютуберов Блица, независимо от числа подписчиков. Цель ютуберов выделить 3 вещи, которые вас не устраивают в нашей игре, если конечно на ваше мнение не влияет варгейминг. Я призываю всех объединиться, просто создавайте видео с хэштегом Blitz Живи. Ну а сегодняшнюю эстафету я передаю PerfectMind'у. Начал этот челлендж Саня Изи или Изи Ченнел, он его передал PerfectMind'у, тот в свою очередь маэстро по имени Лиз и дальше там пойдет Хувсу. Но после того, как я посмотрел этот ролик и решился тоже все-таки поддержать всех ютуберов, поддержать топов наших, которых много подписчиков, на ролике было сказано, независимо от количества и числа подписчиков 50, то будь 100, 200, 300, 500, вы можете принимать участие. Я думаю, блин, давайте-ка напишем маэстро по имени Лиз и попросимся ему передать мне эту эстафету, этот челлендж. Но, конечно же, нет. То же самое было, когда я попросил Тони Монтана, передай мне, пожалуйста, челлендж с Рушкой, он мне сказал, нет, я передаю дальше. И, короче, все эти челленджи, все это полное... Лажа... В общем, ребят, я решил создать свой топ-5, чтобы я хотел изменить World of Tanks Blitz. И мы начинаем. И первое, что бы я изменил, это полностью убрал бы из игры Хельсингов, Дракул и тому подобные танки. Всем, конечно, в качестве компенсации я бы начислил либо 30 дней премиум аккаунта, либо там 5000 голды, либо на выбор какой-нибудь прем-танк седьмого уровня, потому что все-таки ребята тоже старались, потели, танки они потеряли, но, извини, Дракула... За что ты меня покинул, аааа... Пойду утоплюсь. Доступ разрешен. Просто у всех бы я эти танки списал бы. До свидания. Хватит не историчные танки. Я за историчность. Хэштег историчность в лице живи. Второе, что бы я убрал, я бы полностью, полностью отключил бы таймер в игре на оборудование. И неважно, ставите вы оборудование за серебро, либо вы уже дальше ставите за детальки. Пусть, пусть дальше будет за детальки. Пусть будет так, неважно. Но уберите нафиг сраный таймер. Он просто бесит, если честно. А также уберите все эти замочки. Потому что, допустим, я качаю, допустим, ИСа-8. Он у меня в стоке. Я, конечно же, хочу себе приводы наводки. Потому что без приводов танчик полный фуфел. Полный фуфел. Поэтому уберите, пожалуйста, таймер. Если вы меня слышите. Но вы все равно не посмотрите на мое видео, потому что у меня мало подписчиков. Насрать. Я видел ваш дом. Видел, как вы живете. Честно, денег вам хватает. Просто отключите таймер. И все. Спасибо. Едем дальше. Третье, что бы я изменил в игре, я бы не нерфил голду. Зачем вы это сделали? Напрашивается вопрос. Вы, блин, просто убиваете этим средние танки как класс. Многие скилловые игроки просто пересели на ПТ-САУ. И теперь на десятках, когда играешь, там этих ПТ-шек в команде противника по 6, по, блин, 7 штук. Ты просто прозреваешь. А смотришь баланс, да, классный. А у вас их всего 4 СТ-шки. И 2 ТТ-шки. И 1 ПТ-шка. В этом плане 4. Не в плане ПТ-САУ. И думаешь, как так? Ведь на стриме у вертушки официальный представитель Wargaming говорил, баланс работает. У нас нет такого, что по 5 ПТ-шек в рандоме. Да, вы в игру хоть заходите? Вопрос спрашивается. Зачем вы нерфите голду? Верните, пожалуйста, голду как была. Спасибо. Четвертое. Что бы я изменил бы, так это поработал бы над балансом. И в первую очередь я бы сделал бы баланс по процентам. То есть не кидал бы взвод статистов в одну команду. Получается, у команды противника 2 взвода статистов по 60 с плюсом и выше. У нас, к примеру, 2 взвода и это 40% игроки. Как вы думаете, кто же победит? Вопрос. Таймер. Та-дам. Конечно же, затащат 45% игроки. Ведь когда они играют в рандоме, по-любому будут топи по урону. Вы что, сомневались? Раки тащат? Юд моё, ядрён компот. Эх, картошка, картошка. Но всё делается специально. Явное дело, что баланс был заточен не под обычных игроков и не под тех, которые донатят. А под наших любимых 40% игроков. Не в обиду вам сказано. Едем дальше. И последнее, что бы я вернул, это читерскую броню легендарных советских средних танков. А в первую очередь, Объект 140. Башня, которая ни под каким углом не пробивалась. Она танковала и Бабаху, и Ягу Е100. Всё подряд. Просто выезжаешь от башни и накидываешь. Разве это не прелесть? Естественно, если фугасом на прилетит, то какой-то урон всё-таки нанесёт снаряд. Но, 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 в целом башня была очень рикошетная, очень бронированная. Это было круто. Мы забрали читерскую броню у совков. И что у них осталось? Увен, нет. Скорость динамика есть, но не такая, допустим, как у Леопарда. Точная пушка, как у Леопарда, тоже нет. Такие же, в принципе, удобные углы склонения, как у Паттона. Нет. Такая же динамика и углы вертикальной наводки, как у СТБ, тоже нет. Хэш-фугасы, как у ФВ-4202, тоже нет. Так что вы оставили советским танкам? А ничего. Вы забрали их читерскую броню, вы забрали их крутую башню, и в итоге совки уже не те. Да. Диме тоже не нравятся понерфленные СТшки. Он говорит, да ну нафиг, не буду я катать на Т-62. Говорит, Объект-140 вообще ужас стал. Ну, это, по крайней мере, его мнение и мое тоже. Т-62 еще куда не шло броня, а Объект-140 понерфили дальше некуда. Неиграбельно, ребят, просто неиграбельно. На Паттоне и на Леопарде играть намного комфортнее. Я не знаю, СТБ у меня нет, но мне кажется, танчик тоже довольно-таки достойный СТБшка. Потому что совки сейчас потеряли свой изюм, потеряли свою фишку. И это уже довольно-таки не те танки, которые я помню раньше. Довольно-таки не те. Потому что я в Блицсе с 2015 года. Сейчас 2017. Как бы два года прошло. Знаете, я многое повидал. И то, что творится сейчас, это уже страх и ужас. Просто страх и ужас. Играть невозможно. Как многие на стриме писали, ну такое. Если честно, я не играю. Так, захожу на стрим к тебе поздороваться, а сам не играю. В общем, да, игра скатывается в помойку. Это мое мнение. Лично, если вы его поддержите, поставьте этому видео палец вверх. И если вы не подписаны, подпишитесь на канал. Ну а с вами был Кланжай. Бай-бай, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok